Настоящая презентация подготовлена для вас организацией Провейл. Каждый имеет право стремиться к той жизнью, которую он хотел бы жить. Все об ассистивных технологиях, часть 1. Подготовлено к Гебриэл Лейго. В данном разделе мы обсудим, что такое ассистивные технологии. Законы, которые стоят за ассистивными технологиями. А также мы обсудим процесс доступа к ассистивным технологиям, их использования. А также рассмотрим примеры ассистивных технологий, применяемых в повседневной жизни. Под ассистивными технологиями могут пониматься разные вещи. Ниже приведено определение из закона, который называется «Технологическая помощь лицам с инвалидностью» или «Технологический закон от 1988 года». В соответствии с этим законом под ассистивными технологиями понимаются предметы, оборудование или системы, приобретенные, модифицированные или кастомизированные, которые используются для увеличения поддержания или улучшения функциональных способностей человека с инвалидностью. Под услугами в области ассистивных технологий понимаются услуги, которые напрямую помогают лицу с инвалидностью в выборе, приобретении или использовании ассистивных технологий. В идеале процесс получения доступа к ассистивным технологиям выглядит следующим образом. Для начала определяются цели, которые стоят перед конкретным клиентом. После этого выявляются текущие его возможности и сильные стороны. После этого предлагаются одно или более решений, которые позволяют сблизить то, где сейчас эти возможности находятся, с тем, как бы мы хотели это видеть. После этого делается обучение, пользование конкретным оборудованием или решениями. Это обучение проходит как клиент, так и лицо, осуществляющее уход за ним или семья. И в конце концов делается дополнительная еще одна встреча, чтобы посмотреть, как работают эти технологии в реальной жизни. Также существует понятие ассистивных технологий в рамках системы образования. Закон, который называется IDEA, закон об образовании лиц с инвалидностью. В 2014 году Департамент юстиции дал разъяснение ролей и обязанностей школьных округов в части коммуникации и доступа к образованию. В общем виде студенты с инвалидностью должны иметь возможность в полной мере участвовать и ходить в государственные школы. Государственные школы обязаны соблюдать указанные законы. В ней ниже приведены ссылки, по которым можно получить больше информации о правах студентов с инвалидностью, а также об обязанностях школы в части предоставления доступа к образованию. Под этим термином понимается любая услуга, которая непосредственно помогает ребенку с ограниченными возможностями в выборе, приобретении или использовании различных устройств. Этот термин включает в себя следующие понятия. Первое. Оценка потребностей ребенка, включая функциональную оценку ребенка в его обычной среде. Второе. Приобретение, аренда или иное приобретение таких вспомогательных устройств. Третье. Выбор, проектирование, установка, настройка, адаптация, применение, обслуживание, ремонт и замена устройств ассистивных технологий. Четвертое. Координация и использование других методов лечения, вмешательств или услуг, которые также связаны с ассистивными технологиями, например, в области образования и реабилитации. Следующее. Обучение или техническая помощь такого ребенка или при необходимости его семьи. А также обучение или техническая помощь для специалистов, включая лиц, предоставляющих услуги по образованию и реабилитации, работодателей или других лиц, которые предоставляют услуги или иным образом существенно участвуют в жизни такого ребенка. Ассистивные технологии разделяются на различные категории по разным критериям. Важным критерием является тип нарушения, а именно моторное нарушение, нарушение зрения, слуха, тактильные, когнитивные нарушения, деменция и другие разновидности потери памяти. Ассистивные технологии могут использоваться в следующих видах деятельности – в школе, при игре, для удовлетворения обычных повседневных потребностей, а именно для гигиены и питания, при трудоустройстве, для передвижения, коммуникации, управления финансами и другими. Ассистивные технологии подразделяются на высокотехнологичные и невысокотехнологичные. В самом общем виде невысокотехнологичные ассистивные технологии – это те, для обучения использования которыми необходимо потратить не более пяти минут, и после этого они могут быть корректно использованы. Для использования высокотехнологичных ассистивных технологий необходимо пройти тренинг и воспользоваться помощью для их настройки. Социальные вопросы включают опыт, язык, культуру, образование, гендер и поколение, которому принадлежит человек. Мы всегда исходим из презумпции о том, что ассистивные технологии могут помочь с решением любого вопроса. Облегчение доступа включает следующие сферы – помощь при нарушении зрения, при нарушении слуха, физическое установление связи с компьютером, то есть мыши, клавиатуры, нефизические связи, к которым относятся, распознавание речи, распознавание взглядов, взгляда языковая и коммуникационная поддержка, позиционирование и доступ, а также наличие монтажного оборудования и насколько желаемое решение реалистично для конкретного человека. Что может быть адаптировано? Практически все, что угодно. Несколько примеров вы здесь можете увидеть. Парализованный человек с ДЦП имеет возможность летать с парашютом при небольшой поддержке. И наоборот, вот здесь вы видите женщину, которая ныряет независимо, самостоятельно на своем адаптированном инвалидном кресле. Еще раз, всегда исходите из презумпции, что это может быть сделано. Большая группа ассистивных технологий направлена на помощь с самообслуживанием. К базовым навыкам самообслуживания относятся передвижение, насколько человек может изменить свое положение и самостоятельно ходить, кормление, способность человека себя покормить, личная гигиена, способность мыться, чистить зубы, стричь ногти и расчесываться, способность регулировать мочеиспускание и дефекацию, а также туалет, то есть возможность самостоятельно сесть на унитаз, слезть с него и воспользоваться туалетной бумагой. Определяющие навыки самообслуживания. К определяющим относят те навыки самообслуживания, которые требуют более сложных когнитивных способностей, включая организационные навыки. Определяющие навыки самообслуживания включают в себя возможность пользоваться транспортом и ходить в магазин, то есть способность обеспечить себя продуктами, посещать мероприятия, пользоваться транспортом, либо водить машину, либо организовать другой транспорт для себя. Управление финансами подразумевает возможность оплачивать счета и управлять финансовыми активами. Способность ходить в магазин и готовить еду. Здесь нужно иметь в виду все, что требуется для того, чтобы иметь еду в тарелке. Здесь же покупка одежды и других предметов, необходимых в повседневной жизни. Уборка дома и его поддержание. Уборка кухни после еды. Поддержание дома в разумной чистоте и порядке, а также уход за домом. Общение с другими людьми. Возможность самостоятельно пользоваться телефоном, почтой, а также современными средствами коммуникации. Прием лекарств. Сюда относятся как возможность приобрести лекарства, так и самостоятельный прием их в соответствии с назначениями. Некоторые примеры ассистивных технологий. Это очки, слуховые аппараты, эргономические клавиатуры, трости, протезы, инвалидные кресла, которые помогают в передвижении. Пандусы, расширенные дверные проемы, сниженные рабочие поверхности, которые значительным образом облегчают доступ внутри дома. Распознаватели речи для альтернативного доступа к компьютеру. Подсказыватель слов, который можно увидеть на всех смартфонах сегодня. Кнопки и различное монтажное оборудование для людей с физической инвалидностью, которая препятствует им в доступе. Дополнительная коммуникация, а также такие услуги, как голосовые операторы и даже заказ еды онлайн. И специальные клавиатуры и мыши, которые помогают с доступом к компьютерным системам. Существует огромное разнообразие их в зависимости от потребностей, как можно увидеть здесь. А теперь здесь мы посмотрим на большое разнообразие различных приспособлений для повседневной жизни. Тут вы видите маленького мальчика, который использует адаптированную клавиатуру для доступа к компьютеру с большими клейками. А также для него было специально адаптировано расположение этих кнопок и подобраны цвета. Это мой друг Джон. У него здесь есть несколько вещей. У него есть базовая коммуникационная таблица на поверхности его стола на коленях. Также у него есть более высокотехнологичное коммуникационное устройство, которое прикручено к верхнему краю его стола. У Джона есть также автоматический открыватель для дверей, который расположен в верхнем углу его стола. А с другой стороны, который мы не можем видеть, у него есть также адаптированная клюшка для гольфа, который он использует для нажимания кнопок в лифте, которые есть у него на работе. Здесь вы можете видеть другого моего клиента, который использует адаптированную телефонную систему вместе со своим коммуникационным устройством. Тут вы видите молодого человека, который использует различные усовершенствования для приготовления еды. Для него опустили плиту, чтобы он мог до нее дотянуться. А также установили зеркало под специальным углом, чтобы он мог видеть то, что готовится в кастрюлях. В нижней картинке мы видим человека, который использует универсальную манжету, которая позволяет ему держать ложку, несмотря на то, что у него нету сколько-нибудь сильного захвата. На этих картинках вы видите людей, занимающихся адаптированными различными видами спорта. У лыжника адаптированы обе палки, а также к лыжам прикручено специальное сидение, которое помогает ему кататься на лыжах, несмотря на отсутствующие ноги. Человек на нижней картинке использует специальный переключатель, который активируется втягиванием и выдохом. И таким образом он использует пистолет. Это мой друг ТОТ. Он использует более высокотехнологичное решение. Автоматическая система кормления, которая помогает ему есть независимо принадлежащие настройки. Существует несколько основных устройств для помощи с одеванием. У нас есть палка с захватом, которую можно использовать для доставания многих вещей, включая для того, чтобы натянуть на себя брюки или просто удобно достать вещи из шкафа. Также у нас есть губка с длинной ручкой, которая облегчает мытье разных частей тела. Мет с красной ручкой – это длинный рожок для обуви, который облегчает надевание ботинок. Следующий предмет помогает надевать носки. Вы натягиваете носок снаружи, и он помогает его потом надеть на ногу. И последний предмет – это палка для одевания, которая позволяет застегивать различные части вашей одежды и просто размещать их там, где вам это нужно. Нужно для того, чтобы быть более независимым в процессе одевания. Здесь также представлены некоторые устройства, облегчающие одевание. На картинке сверху вы можете видеть устройство для натягивания носков в процессе использования. Слева крючок для пуговиц, который позволяет застегнуть, просунуть пуговицу в петлицу одной рукой. А справа представлен еще один обувной рожок с длинной ручкой. У этого рожка более удобная ручка. Здесь представлены приспособления для готовки. Слева вы видите устройство, которое помогает удерживать ручку кастрюли на месте во время размешивания. На картинке в середине показана адаптированная доска для резания, которая сделана специальным образом, позволяющим удерживать еду на месте, даже если у вас, используя всего лишь одну руку. На картинке справа представлен балансирующий нож. Он также помогает более удобно резать еду, используя только одну руку. Здесь представлены несколько приспособлений для приема пищи. Существуют различные виды адаптированных столовых приборов, у которых есть специальные длинные ручки или утолщенные ручки, сделанные из различных материалов. А также столовые приборы с различными утяжелителями. Также здесь представлен пример универсальной манжеты, которая позволяет удерживать прибор даже без функционального захвата. Существуют даже модели, которые помогают справляться с такой проблемой, как тремор. Справа на картинке вы видите пример такой модели. Тут представлено несколько разновидностей пиалок и тарелок, у которых есть специальные края, позволяющие более удобно зачерпывать еду столовыми приборами. У таких пиалок и тарелок обычно есть также специальное нескользящее покрытие с обратной стороны, которое позволяет удерживать тарелку на месте. Тут мы видим несколько приспособлений для питья. Слева держатель для чашки, закрепленный на гибкой ручке, которая прикреплена к поручню кровати. Таким образом, человек, находящийся в кровати, может дотянуться до напитка с помощью трубочки. Справа представлен продукт, который не был специально разработан для людей с инвалидностью. Это мешок, который находится внутри пакета и который наполнен любой жидкостью. А трубочка идет из этого мешка и прямо подходит к карту человека, который пьет. Тут вы можете видеть еще две модели держателя для чашки. Та, которая справа, специально разработана для крепления и позволяет не проливать жидкость. Здесь вы можете более внимательно рассмотреть рабочую поверхность, которая регулируется по высоте. Это особенно удобно, когда поверхностью пользуется человек с инвалидностью и без инвалидности. Или, например, люди с разными типами инвалидности живут вместе и пользуются рабочей поверхностью, и им нужна разная высота рабочей поверхности. На этой картинке представлено несколько приспособлений для ванной комнаты, которые позволяют безопасно принимать ванну или душ. Существуют вертикальные и горизонтальные ручки. Даже просто наличие гибкого шланга может существенно упростить жизнь. Потому что вы можете направлять водную струю, а не двигать все свое тело. На картинке слева представлен специальный душ, в который можно заехать на специальном инвалидном кресле для душа. Справа представлена раковина для ванной комнаты, специально отрегулирована по высоте. Кроме того, под раковиной оставлено специальное пространство, чтобы человек на коляске мог к ней удобным образом подъехать. Тут также представлены приспособления для ванной комнаты. На картинке слева просторная комната. И также оставлено специальное место под раковиной, чтобы удобно было подъехать на инвалидном кресле. И в душевой есть скамейка, на которую человек может сесть во время приема душа. На картинке справа специальная ванная. Человек может зайти в нее, сесть, закрыть плотно дверцу и наполнить ванную. И таким образом принимать ванную сидя. Здесь мы видим стандартный пандус, который позволяет на кресле, на инвалидной коляске заезжать в здание и выезжать из него. Тут автоматический открыватель двери, который может быть активирован переключателем или специальным датчиком движения. Здесь вы видите лифт, который можно установить в доме для того, чтобы человек на коляске мог пользоваться всеми уровнями дома. Тут представлено замечательное приспособление для детской кроватки, которое позволяет матери подобраться близко к ребенку и дотянуться до него, чтобы ему помогать так же, как любая другая мать. Тут представлены разные системы для приема лекарств. Есть простая система сверху с разбивкой по дням, неделям и по времени. Для того, чтобы препараты были заранее рассортированы и принимались в нужное время. Также представлены более сложные системы слева с таймерами, которые могут быть установлены. По будильнику необходимые дозировки автоматически становятся доступными или будильник информирует человека о том, что время принимать таблетки. Система, которая представлена сверху, позволяет более легко разделить лекарства, если это необходимо для нужной дозировки. Это простые приемы переносных мочеприемников, которые предоставляют больше независимости в пользовании туалетом. Здесь предметы, которые облегчают некоторые домашние дела. Слева простая передвижная платформа с корзиной для белья. Она позволяет легко и безопасно перемещать эту корзину по дому в случае необходимости. В середине специально адаптированные инструменты, которые позволяют осуществлять работы в саду. А справа иголка для шитья, которой намного легче пользоваться, если у вас нарушение зрения. Слева у женщины хороший такой поднос или стол, который лежит на коленях. С нижней его стороны приделан мешок с наполнителем, который помогает регулировать уровень и закрепить этот стол. Теперь у нее есть удобная рабочая поверхность, на которую можно поставить напиток или журнал или любой другой предмет. В середине универсальный пульт управления с большими кнопками, которые значительно облегчают жизнь, если у вас проблемы со зрением. Или если вам просто сложно пользоваться маленькими кнопками или из-за ограниченного контроля в руках или в пальцах. Справа прикроватный столик, который складывается под кровать. Поверхность стола будет вам доступна, пока вы в кровати, для различных целей. Здесь слева специальный крепеж для инвалидного кресла, который позволяет удерживать рыболовную удочку. И держатель для игральных карт справа, который помогает при функциональных нарушениях рук. Карты сами по себе также адаптированы, у них увеличенные символы. Здесь всякие хорошие приспособления, связанные с одеждой. Слева вы видите обычное устройство, которое используется в домах престарелых, с нескользящим материалом для носков. Также несколько декоративных украшений для слуховых аппаратов. Простые и функциональные приспособления. Украшения для костылей. Также украшения для ремня, для инсулиновой помпы. И другая одежда, которая специально спроектирована удобным образом для людей в адвалидных колясках. Здесь решение для разрешения всяких ежедневных ситуаций в случае нарушения захвата. Существуют разные приспособления для адаптированного пользования телефона. Они включают в себя символы картинки для кнопок автонабора, а также усилители как входящего звонка, так и голоса говорящего. Также существуют адаптированные смартфоны, которые специальным образом смоделированы для использования людьми старшего возраста. Также существуют различные громкие связи, которыми можно управлять с помощью пульта управления или выключателя. Здесь представлены приспособления для письма и для печатания. Они позволяют удерживать письменный прибор или указатель надежным образом, если у вас слабый захват. Тут очень простой набор материалов, которые могут использоваться для адаптации дома в самых простых разных и разных ситуациях. Сверху мягкая резиновая трубка, которую можно, например, надеть на зубную щетку или столовые приборы и сделать удержание ее более удобным. Молния и лента Вилькро снизу помогают соединять различные части вместе. Слева сверху простая подложка для полок, которая доступна во многих магазинах. Эта подложка может использоваться для удержания на месте тарелки или клавиатуры в нужном месте. Тут мы заканчиваем с частью 1. Все об ассистивных технологиях. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите с кем-то пообщаться из Open Doors for Multicultural Families, пожалуйста, используйте контактную информацию, которая здесь представлена. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует...